Житель Петропавловска разработал и запатентовал электронный вид современной дамбры. Своё творение он назвал миди-дамбры-синтезатором. В планах Булата Канафина создать новейшую инновационную модель народного инструмента. Североказахстанец не просто занимается музыкой, а дорожит духовными ценностями. В гостях у изобретателя побывала Зайра Джакупова. Зайра Джакупова Есть первоначальное звучание. Об этом он мечтал с 12 лет. Первый раз тогда увидел орган-синтезатор. Мне это звучание инструмента очень сильно понравилось. Попросил свою маму, чтобы она меня отвела в музыкальную школу на фортепиано, чтобы учиться. Меня не взяли тогда в музыкальную школу. Сказали у вашего сына, то есть у меня короткие пальцы, он не сможет играть. Мама меня успокаивала. Балам, учись играть на дамбре. Мне тогда синило, боже мой, надо именно на базе дамбре создать, чтобы играло как орган-синтезатор с всякими звуками, чтобы ударный инструмент там был. Экспериментировал над музыкальным инструментом Болот Канафин вместе с братом долгие годы. Так они придумали три модели современной дамбре с десятками спецэффектов. От пения птиц до топа-то копыт. Здесь есть даже радио. Четвертая электронная модель, по словам умельца, будет лучше трех предыдущих. Вместо клавиш сенсорный экран. Отменить все кнопки и поставить сенсорные экраны. Здесь у нас работает 16 звуковых генераторов и преобразователей. 44 функции она выдает. А в том у нас будет 32 звуковых генератора и преобразователя. И уже будет давать 120 функций. А если это домброоркестр нашего меди-домброоркестр, то будет супердомбро. Самое главное, это моя мечта и моя цель, это создание звукового генератора, который бы генерировал звук именно дамбры. Такого звукового генератора в мире нет. Вся жизнь изобретателя связана с музыкой. К слову, мужчина пошел по стопам своей мамы. Все, чему научился, сам передал сыну. Любимым делом занимается даже на заслуженном отдыхе. Североказахстанец написал около 50 собственных композиций. Он не просто любит музыку, но и бережет духовные ценности. Зайра Джакупова, Сергей Шут, Петропавловск, Первый канал Евразия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова